Начало недели, 16 января. Своё традиционное обращение к украинцам президент Украины Владимир Зеленский начал с новости о том, что в Днепре продолжают разбирать завалы дома, разрушенного российской ракетой 14 января. Тогда погибло 46 человек, из них трое детей. «То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонных поставках, всё это только подчёркивает, как важно координировать наши усилия, всех участников Коалиции защиты Украины и свободы, и ускорять принятие решений». 18 января около 9 утра. Под Киевом, в Броварах, во время полёта министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и его команды в одну из горячих точек Украины вертолёт потерпел крушение. Вертолёт упал вблизи детского сада. Вспыхнул пожар. Министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Йенин и госсекретарь Юрий Лубкович и члены экипажа погибли. Трагедия забрала жизнь одного ребёнка. 25 человек были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский в течение дня опубликовал в соцсетях слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших. А в вечернем обращении призвал украинцев выдержать этот ужас. Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами, надёжными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Йенин, их коллеги, погибшие в катастрофе, это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Мои соболезнования родным. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в тот же день, 18 января, глава государства коснулся трагедии в Броварах и подчеркнул, что в Украине больше нет несчастных случаев. Всё это – результат войны. Чтобы её завершить, Зеленский в онлайн-обращении на сессии восстановления безопасности и мира обратился к мировым лидерам и призвал действовать быстрее, чтобы опередить новые агрессивные шаги России. Предоставление Украине ПВО должно опередить новые ракетные атаки России. Снабжение западными танками должно опередить вторжение очередных российских танков. Восстановление безопасности и мира в Украине должно предотвратить атаку России на безопасность и мир других стран. Трибунал за совершённые военные преступления должен предотвратить новые. Расширение НАТО и ЕС должно предотвратить распространение российской агрессии. «Террор не предполагает дискуссии», – заявил в пятницу 20 января Владимир Зеленский, обращаясь к участникам контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проходила на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, и призвал союзников выделить тяжёлую технику украинской армии, а к следующему собранию в формате «Рамштайн» предоставить ракеты большей дальности и истребители F-16. Это в ваших силах сделать танковый «Рамштайн», не торговаться по поводу того или иного количества танков, а начать принципиальные поставки, которые остановят российское зло. И мы также рассчитываем, что ваши следующие встречи войдут в историю как «Рамштайн» F-16 и ракет дальнего радиуса действия. Это в ваших силах гарантировать такую артиллерию и ПВО, которые разобьют террор. Это в ваших силах обеспечить победу. По итогам восьмого заседания союзников Украины на базе «Рамштайн», президент отметил, что Украине ещё придётся побороться за поставки современных танков. Но дипломатический марафон продолжается. И по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, он поручил своему министерству подготовиться ко дню, который, возможно, наступит. Мы примем решение как можно быстрее. И, как я уже говорил, мы поддерживаем Украину в очень-очень большой степени, и мы будем продолжать это делать. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 20 января, что странам, поддерживающим Украину, необходимо сосредоточиться не только на отправке нового оружия Киеву, но и на поиске боеприпасов для старых систем и помощи в их обслуживании. Так что, да, танки важны, как и все остальные системы. И в дополнение к новым платформам мы также должны помнить, что нам нужно не только сосредоточиться на новых платформах, но и обеспечить, чтобы старые платформы, которые уже есть, могли функционировать должным образом. Что означает, что нам нужны боеприпасы, нам нужны запчасти, нам нужно техническое обслуживание и нам нужно обучение. В Киеве 21 января руководители государства попрощались с представителями МВД, погибшими в Броварах. Глава государства и первая леди возложили цветы и выразили соболезнования семьям погибших. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин для телеканала Freedom.